Здравствуйте! Здравствуйте! Это ток-шоу «Такие разные». И моего ведущие Екатерина Батищева и Павел Богословский. Тема сегодняшней программы – обучение в интернете. Сегодня мы побеседуем о возможностях, которые дает нам глобальная сеть. Приветствуем наших гостей! Сегодня интернет действительно дает нам большие возможности для обучения, но и для празднования во времяпрепровождения тоже. Поэтому здесь главная проблема выбора, что люди выбирают. И вот наш следующий гость – Владислав Тищенко, редактор образовательного журнала по английскому языку. Я так понимаю, идет по правильному пути. Проблема интернета и насколько сейчас мы живем в потоке информации. Просто мы получаем кучу сообщений, кучу там, тысячи сообщений на почте у нас уже хранится там. Просто не успеваем сортировать. И эта проблема, она нарастает, нарастает. И понимаете, то, что мы вот живем в переходном таком времени, когда вот мы не замечаем. А если посмотреть на 20 лет назад, как бы сейчас и как было, то мы можем видеть то, что глобальные проходят изменения. И вот этот момент мы должны именно как-то его направить в правильное русло. Очень важно, да, сейчас. И, ну вот журнал, как раз он направлен на то, что интернет нужно совместить с печатным изданием. То есть мы печатаем как интернет-издание, журнал, так и печатный вариант, чтобы люди не постоянно были в интернете, но и также, чтобы они читали настоящую литературу печатную. То есть это тоже очень важно. А ваши печатные издания и онлайн-версия, они направлены на разную целевую аудиторию? Это и ученики от шестого класса и старыш, это и студенты, это и даже бизнес-сообщество, то есть люди, которые заинтересованы и нужны английские для каких-то налаживания интернет, каких-то целей для налаживания бизнеса, налаживания отношений между странами. То есть этот формат имеет международный журнал. А расскажите, пожалуйста, ученики охотнее воспринимают какую версию? Именно вот такую интернетовскую или все-таки старые добрые журнальчики, они милее? Ученики, скорее всего, сейчас больше предпочитают мобильную версию и планшет, но учителя понимают, насколько важен использовать журналы печатные, и они всем очень интересуются в этом плане. И, конечно, нужно совмещать то и другое. И печатные варианты и онлайн. И ученики, они тоже понимают, что нужно и читать в таком тоже варианте. Вот на ваш взгляд, уйдут бумажные печатные издания, и все переместится в интернет, в том числе и процесс обучения, обучающие журналы, или нет все-таки? Или до последнего будут печатные издания? Если мы уйдем полностью в онлайн, это будет ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего. А почему? Это же мобильно, быстро, комфортно, удобно. Удобно. Нет, это просто будет, ну, какая-то катастрофа, понимаете? Это, ну, это ничего хорошего. В общем, Владислав не поддерживает этот тренд. А вы читаете ваш журнал в каком формате? В таком и в таком. То есть нужно и то, и то совмещать. Важно совмещать то и другое. А расскажите, пожалуйста, а вы вообще часто проходите какие-то курсы в интернете, обучающие, может быть, лекции вы смотрите, мастер-классы? Вот если не брать во внимание, ваше детище? Довольно-таки да, довольно часто. А какая сфера вас интересует? Тоже языковая? Да, преподавание, да, то есть разные, получается, издательства крупные. Pearson, Cambridge, Oxford, то есть они проводят, Наши графики, они проводят вебинары между, для преподавателей часто, и я постараюсь участвовать на таких мероприятиях онлайн. Но смотрите, вы говорите о том, что печатные издания должны оставаться, не должно все уходить в интернет, а тем не менее выбираете для своего развития именно онлайн-курсы. Как это можно объяснить? Ну, когда я присутствую на таких же семинарах живую, то намного эффект больше. Паш, у тебя не было никогда опыта участия в каких-нибудь вебинарах или онлайн-курсах? Нет, кстати, я себя прямо берегу от этого. Не знаю почему. Мне лучше посидеть, лично послушать. Это более действительно как... Мы с тобой просто старые закалки. Мне кажется, молодое поколение сейчас по-другому немножко смотрит на эти вещи. Интернет – это площадка для развития и обучения не только молодого поколения. У нас в Советском районе, город Воронеже, работают компьютерные курсы для пожилых воронежцев. Сегодня организаторы и выпускники этих курсов у нас в студии. Любовь Васильевна Шабанова, директор управления соцзащиты населения Советского района. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея вообще создания таких компьютерных курсов? Пользуется популярностью? Была востребована эта идея? Или вот вы решили... Ну-ка, попробуем. Завести тренд. Да вот как-то я вспоминаю, что нами двигало в 2011 году, когда мы открыли первые, для первых посетителей, двери нашего компьютерного класса. Он у нас небольшой. У нас мы выделили три рабочих места, три компьютера, и начали обучение пожилых людей. Вот тогда, я не знаю, для кого это больше интересно было, наверное, все же, когда мы пригласили первых наших пенсионеров, людей, вышедших на пенсию, поучиться, как пользоваться социальными сетями, как подключить систему скайпа и общаться с родственниками из других городов, как переписываться очень быстро, не дожидаясь, пока дойдет письмо. Прям написала, там уже тебе ответ через 15 минут готов. Наверное, все же вот эту идею нам подали сами немолодые люди, которые захотели обучаться. Запрос был. Да. И кто обучать будет? Да кто? Да кто умеет пользоваться компьютером? И первыми были вот у нас социальные работники, наши сотрудники. А потом мы поняли, что если мы будем отрывать специалистов для обучения пожилых людей, в общем-то много времени уходит. Потому что очередь на эти компьютерные курсы, вот первое примитивное десятичасовое знакомство с компьютером и как общаться в социальных сетях. Мы потом подумали, подумали и обратились к нашим, теперь вот уже нашим коллегам, нашим соратникам. Мы обратились в учебное заведение попросить направить нам волонтеров-студентов. Вот здесь присутствуют два преподавателя-волонтеры. И мы, в общем-то, поняли, что у нас есть компьютеры, мы можем подбирать, приглашать людей пожилых, а молодежь будет их обучать. И так сложился тандем. Около двухсот человек мы за эти годы проучили на своих трех компьютерах. Потом уже многие, кто захотел получить более глубокие знания, они могли идти. Сегодня курсов очень много по обучению компьютерной грамотности. Это даже совместный проект с Пенсионным фондом, совместное финансирование. Группа по 40-50 человек от каждого района. Уже на базе учебных заведений проходит более такая профессиональная подготовка и более долгий срок обучения. Но начальная подготовка все равно она у нас. Давайте спросим у ваших учеников компьютерных курсов об их впечатлениях. Евгений Александрович Кононов, ветеран военной службы, инвалид второй группы. Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, что вы теперь умеете? Значит, умею, в общем-то, ну не совсем много, но, по крайней мере, для начального общения в интернете этого достаточно. Во-первых, у меня появилась возможность отправлять свои письма, жалобы, значит, через услуги ГИС ЖКХ, через госуслуги, записываться к врачу, значит, в социальных сетях общения. У меня общение идет сейчас вот там друзья по сети на Дальнем Востоке, значит, на Украине, в Казахстане, в Поволжье, в Москве. То есть вы нашли тех, с кем давно не виделись? Да, это дает большой интерес и большое общение дает. Значит, в том числе есть электронная почта, и по электронной почте также появилась возможность отправлять и общение, и письма, и поздравления, и жалобы, и заявления. В общем, интернет не только для молодых, но и для пожилого возраста, он необходим. Но вот с чего началось ваше знакомство? Вот вы, что вас подтолкнуло пойти и научиться овладеть компьютером? Значит, после проходения очередной комиссии МСЭК, я пришел в соцзащиту советского района для восстановления там своих льгот и так далее, выплаты. Значит, и там мне предложили. А вы в компьютерные курсы не хотите? С удовольствием, потому что, значит, желание было и до этого. Ну, а тут как бы они меня подтолкнули к этому процессу. И прошел обучение. Но вы в Инстаграме не зарегистрировались? Аккаунт себе не завели? Такая социальная сеть Инстаграм? Нет. Нет, в Одноклассниках ВКонтакте. Пожалуйста. Найдете меня, заходите. Евгений Александрович Коннов. Добро пожаловать. Евгений Александрович, я могу по собственному опыту сказать, что Инстаграм — это следующая ступень после Одноклассников. ВКонтакте. Передайте, пожалуйста, микрофон у нас в студии Валентина Дмитриевна Вахтина, геронтоволонтер. Валентина Дмитриевна, вы тоже закончили компьютерные курсы. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Так. Во-первых, как я познакомилась с нашей соцзащитой. Давай. Я проживаю в Советском районе 45 лет. Не знала, что такое соцзащита, не знала, где она находится. Мне просто не было, не надо было. И вдруг я случайно там оказалась, и мне предложили начать работу серебряным волонтером. Я спросила, что это такое. Мне сказали, это когда пожилые помогают пожилым. А пожилые — это с 60 до 75 лет по медицине. Ну а дальше там уже пошли старые, тоже они не исключаются, мы должны им помогать. Я подумала и решила. Я в жизни своей, я председатель Совета дома, я всегда занимаюсь эти проблемы с пожилыми людьми. Законы, ЖКХ, юридические. Я инженерное образование имею, поэтому как бы слежу и владею этой информацией. И думала, почему бы не согласиться поработать с серебряным волонтером. Все, я работаю, просвещаю своих подруг и знакомых, просвещаю. И потом подумала, что я получаю очень много информации, мне бы надо выйти. Трудно уже держать и хочется еще что-то знать. Но без интернета как бы мне трудно, без компьютера. Компьютера дома у меня нет. Я тогда работала со своими подругами летом до осени. Я только год как серебряный волонтер. Я осенью и физически, и морально, то есть я купила себе ноутбук. Звоню в соцзащиту и говорю, приобрела ноутбук, как бы научиться. Потому что я инженер, но это новые технологии. И как бы мне с компьютером боязно работать так, я немножко осторожна. Они сказали, мы вам позвоним. Буквально через две недели работник соцзащиты звонит и говорит, мы вас приглашаем. Я пришла в класс. Класс оборудован тремя компьютерами, все хорошо. Сидят девочки. Вот слева у меня сидит. И за мной сидит. Такие юные, но прям для меня они внучки. Я думаю, ой, ну чему не научатся. Недоверие. Недоверие. Потом я стала. Я поняла, что это такая у нас молодежь. И наша Россия может гордиться. Они имеют знания, имеют такт и терпение работать с нами. Когда я букву даже А не знаю, как в первом классе. Они меня за 10 уроков обучили. Я теперь знаю с компьютера. Что я знаю? Я могу работать с флешкой. Могу получать смс-ки. Отправлять. Могу выйти, оплатить госуслуги. И юридические. То есть я уже потом сама пошла. Ну, преподавательница за мной сидит. Анастасия. Она мне даже телефон оставила. И сказала. Валентина Дмитриевна, когда у вас будут проблемы? В любое время дня и ночи. Звоните, я вас проконсультирую. Но пока спасибо, я обхожусь. Теперь, значит, как он мне помогает этот компьютер? Расширять свои знания. Для чего я и хотела. Значит, соцзащита меня послала. На базе седьмой поликлиники были занятия по медицине. Преподаванием я просто восхищена. Мне это просто самой подняло настроение. И думаю, жить захотелось лучше. Вот. Потом соцзащита опять. Мне звонит и говорит. Валентина Дмитриевна, политехи. Гранд президентских программ. Там будут лекции на базе. Именно там еще тоже другой уровень. Я пришла, прослушала. Восемь лекций. Валентина Дмитриевна, ну, собственно, можно, подводя итог вышесказанному, сказать, что какой мир для вас открылся, когда вы освоили интернет? С этого же все началось, правильно? С этого началось, конечно. И вот, например, меня пригласили к кукольный театр. Казала я, что такое кукольный театр? Ну, для детей. Нет. Там показывали Анна Ахматова. Я сейчас скажу, почему. Анна Ахматова «Реквиум». Я знаю. Я иду, думаю, трудное. Реквиум Анна Ахматова. Это трудное очень произведение. И вообще на ПТС трудное. Я через интернет готовлюсь, прихожу подготовленной. Я вижу, весь зал не понимает режиссерских уловках. А я сижу и любуюсь. Какой режиссер молодец. Как он преподнес эту тему. Это для меня интернет теперь просто, я знаете, ну, не знаю, как называть. Для меня стал необходим именно в форме познания. Да. Хорошо. Как раз именно интернет для обучения. Валерия. Давайте теперь спрошим ваших учителей. Да. Нам не терпится узнать, какой вы были ученицей на курсах. Да. Расскажите, пожалуйста. Поначалу у нас все бабушки и дедушки очень стесняются. Они просто буквально боятся нажимать на кнопочки, попадать, не попадать. Но в итоге они раскрываются, и они очень трепетные ученики, потому что они берут тетрадочки, они записывают. И это очень приятно, потому что ты пытаешься дать знания, они их принимают, и принимают очень благодарно. И мы работаем не только как преподаватели, но как и волонтеры. И поэтому очень приятно, что бабушки отдают нам такую заботу, и учат не только мы их учим, но они учат и нас в жизни. Ну а как? Детей учить — это одно. А вот пожилых учить, ну как, так же, как детей, на ваш взгляд. Вот Валентина Дмитриевна рассказывала, когда она вас увидела, она подумала, да что же это за девочка, внучка? Чему она меня научит? Вот как вы этот момент как вспоминаете? Так мы тоже ее боялись. Но мы познакомились, я даже могу сказать, что сдружились. И вот через эту дружбу обучение проходит намного легче, потому что вы понимаете друг друга. У нас, мы кнопочки называем своими именами. Там у нас Enter, например, это сапожок. Потому что к бабушкам надо подходить, ну, искать подход. Они ищут подход к нам. Вот так, нажимая сапожок. Сапожок. Вы двигались вперед. Да. Ну, а расскажите, пожалуйста, для вас какая цель и в чем смысл вот этих занятий? Ну, для начала это огромный опыт. Огромный опыт общения с людьми, особенно с такой категорией, как пенсионеры. Расскажите, пожалуйста, кого вы обучали и каким образом проходил этот процесс? Ну, у нас одинаковое количество обучающихся. К нам всегда приходит группа три человека, потому что кабинет с тремя компьютерами. Но нас двое, поэтому мы распределяем свои обязанности между бабушками и дедушками одинаково. Вот, например, у Валентины Дмитриевны ходила вместе с ней муж. С мужем занималась я, и точно такой же подход. Точно так же мы общаемся лично, мы узнаем человека и узнаем, как ему преподносить информацию. Ради чего мы это делаем? Ну, ради того, что все правильно, все говорят, интернет, он не только для молодых. Он абсолютно не только для молодых. То есть бабушки очень хотят найти кого-то, кто был рядом с ними в детстве, там, в студенчестве, работал рядом с ними. Но сейчас они разъезжаются по разным городам. Так бывает. Бывает. Но и очень приятно видеть, когда они находят своего друга в одноклассниках, например, говорят, это она, это она, это вот она, да. Фотографию видите, это она. И очень приятно, правда, становится. Приятно, что прогресс идет. Прогресс идет, и наши пенсионеры не сидят на месте. Они говорят, вот прогресс идет, я иду за ним. И мы помогаем им идти за ним. Это очень хорошо. Как вообще все это вышло? Мы пришли на практику, просто пришли на практику в соцзащиту. Вы не ожидали, что вас ждет? Нет, мы знали, что есть такая программа от пенсионного фонда, что занимаются бабушками и их компьютерной грамотностью. Но мы не знали, что это проходит именно в месте, где мы проходим практику. Когда мы узнали, что есть бабушки, которые хотят обучаться, мы предложили свою помощь. И уже совместно с соцзащитой мы писали целую программку. То есть у нас первый урок — это знакомство с клавиатурой, знакомство с устройством. То есть мы рассказываем, как это устроено, и они уже сами потом развиваются. То есть у вас есть методика? У нас есть методичка, да. У нас есть 10 занятий по методичке. И вот все эти 10 занятий мы проводим по методичкам. Но, честно, не всегда выходит так, как по плану запланировано. Ну вот есть бабушка, которая вот буковку «А» с английской всегда путает. Ну всегда, всегда, всегда. Вообще. А есть какой-то лайфхак, может быть, как вот... Есть. Ключики какие-то. Ну расскажи. На клавиатуре русские буковки желтые, а английские белые. И вот так наши бабушки запоминают, только иногда они приходят домой, у них другая клавиатура, они говорят, я не нашла желтые буквы. Да, где они были? Ну, выходит, запоминаем просто буковки и потом... А на что? Вот самый большой вау-эффект у пожилых людей при освоении компьютера? Вот прям... Есть такое? Возможность, наверное, найти... Пусть говорят. Я сейчас серьезно. Наверное, такие разные. Такие разные бабушки, но всегда, когда они видят, что можно смотреть программу, когда она идет по телевизору, и можно поставить на паузу и отойти, они прямо говорят, вот я вот так дома сделаю, вот так дома сделаю. То есть я буду ставить на паузу, уходить, пить чай. Они все разные, все разные, но все радуются этому прогрессу. И все радуются, когда у них все получается. А ваших собственных бабушек вы научили компьютерной грамотности? Уже после курсов или долго? Нет, нет, нет. Моя бабушка, она живет далеко, но все начиналось с чего? С смс-ок. Конечно же, научи меня печатать смс-ки. И вот все с этих смс-ок. А потом понеслось. Скайп, контакт, одноклассники. Она оставила мне свою учетную запись и теперь говорит, проверяй мои сообщения. И я созваниваюсь с ней, передаю ей сообщения. Отлично. Любая Васильевна, да? Да я хотела маленькую ремарочку внести. Вот я слышу, внук, внучка, бабушка. Вообще мы запрещали произносить бабушки, дедушки, наши клиенты, ваши ученики. И потом нам сами наши клиенты сделали замечание, да они же наши внуки. Ну пусть называют вот нас за глаза вот во втором лице бабушки, дедушки. Но мы согласились. Ну да, конечно. Как бывает. Так, ну что еще? Да, такая история наравне, мне кажется, когда уже действительно перестают существовать такие категории, как бабушки, дедушки, взрослое поколение, молодое поколение. Действительно, уже интернет, он же ведь, получается, еще и объединяет людей не только на расстоянии, но и вот внутри. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, за то, что поделились своими удивительными историями. Хочется пожелать вам еще большего развития и познавать интернет в самых лучших его формах. Спасибо. Спасибо вам.